Пока она выздоровеет, Сталкер Василий, я уже весь сироп выпью. Блин, я же делал, тише. Короче, я думаю, мы тут заночуем, наверное. Правда, я всю деревушку уже излазил. Тебе нужно что, Сталкер? Да, вроде нет. Вроде нет. Да, это... Как она там? Приквел. Clear Sky. Чистое небо. Чистейшее. Блин, а чё мне не засчитывают-то, что мы лагерь зачистили? А, встретиться с проводником и выйти с ним на кордон. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Теперь понятно. А я хожу, думаю, может тут бандюк где остался. Ёлки-палки. Так, F5, короче. Пошли сходим до нычки, наверное. Тут нычка есть недалеко. Так, Тиму ночью-то. Приметили возле мостиков трухлявую корягу. Место хорошее. Так я туда приныкал в сокровище. Игорь тебе. Это тебе, чувак. Какого фига вы меня толкаете? Я тебе сейчас пендаля дам. Такие странные. Стою себе, карту смотрю. Они подходят, толкаются. Ядрить молодцы. Выйду ночью в поле с конем. Ой, да с конем. И че-то я внезапно все слова забыл. Кроме... Только мы с конем По полю идем Только мы с конем По полю идем Сяду я верхом На коня Ой, ну, коню Ты неси меня, конь Туда-сюда Так, да? А куда? Ой, елки-моталки Тут Яд А где коряга-то, в которую он Запрятал-то все? Что-то не пойму А-а-а Винчестер даже хороший По качеству Блин Соседи? Да, наверное, не только сверху Снизу и сбоку Хотя нет, сбоку там пустая стена Там у нас дом Ну да, сверху могли услышать И снизу тоже Но так как у нас Не сильно благополучный дом И Вечер пятницы Я думаю, это в порядке Вещей Вот Что-то страшно Что-то страшно Я Люблю В тебе Русские Ой Хапульки тратится Бинтики не спасают О, пошла Жара Нормально все стало Но так действительно Этих антирадов Не напасешься Блин Придется сделать Из нашего Сталкера Сталкера-алкоголика Очень не хотелось Конечно Но придется Пойдемте Походим здесь Пока Темно Вдруг 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 Тебе Запили Как Там Почему вы их Убрали бы Хоть куда В колодец В колодец Может Сталкер-выпивайкер Да Типа того О, надо же гадюку Может получше Найти Винчестер я хороший Нашел В принципе Это радует Да Здесь артефакты Я так и не понял Как этой штукой Пользоваться Вообще Если честно Меня радиация Быстрее убивает Чем я подхожу К Собственно К аномалии Либо Самой аномалии Убивает Я не понимаю Как она работает Чего тебе Сталкер Мне ничем Чего молчишь ты А я Из молчаливых Ты говори уже Че хотел Да так Пообщаться Тебе нужно что Сталкер Нет ничего Чего ждешь А пока Посветлеет Жду Сколько время Так А как Время Ты смотри Ты говори уже Че хотел Пожди Забыл А вот Ууу Это мы долго будем стоить На кордон На базу Никуда бывай Я думаю Поторговать можно Тебе чего надо Эй ты Заснул что ли Маленько Я чат читаю Подожди Эй Проснись Ну я чат читаю Алло Ночь на дворе Отвали Да да Че то я хотел Че то я хотел Посмотреть хотел Или нет Я запутался Ладно Пойдем Пойдем На кордон Нет Не пойдем Я же поторговать Хотел Будешь торговать Чем нибудь Че Так Ты что то хотел Вообще Это мы с тобой Стоим торгуем В смысле Я что то хотел Эй ты Заснул что ли Покупай Супнабор Эй Проснись Я тебе сейчас Двину в рожу Шурик Блатной Эй ты Заснул что ли Ты не в себе что ли Вот и не получишь Ты ничего Значит Не буду с тобой торговать Глупый глупец На кордон пойдем Да Славно ты Нашим ребятам Помог Уважаю Я уж и забыл Как это Спокойно По болотам ходить Ну Спокойно Как для топи На краю зоны Ладно Не о том разговор Потопали Угу Тут уж Без повязок Обойдемся Если в топ Вляпаешься С открытыми глазами Помирать Всяко веселей Ладно Шучу я Гляди в оба И запоминай Как по болотам Ходить надо В следующий раз Тебе через топи Самому ползти Понял Запоминаю Ядрить Че это такое Сталкер Хватит Рекламировать Свой ОГСЕ Я понял Что это Хороший мод Для сталкера А кстати Для какой Для первой Или для третьей Или для второй Ну вот это Мне большую часть Нравится Сидорич А что с твоим голосом Сидорич Незаконное пересечение Периметра Наружен в наличии Огонь Уголовную ответственность Чего? Внимание Любая попытка Проникновения На охраняемую территорию Что я и не думал Проникать На охраняемую территорию Покрытие Право Сидорич Предупреждения Сидорич 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 Прикольно ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕВЕСЬ. с собой не знаю что с ним делать а ты кто такой это выявить вас молодой человек вижу вам уже значительно лучше а это каланча что со мной произошло кое-что вам уже известно а кое-что придется разъяснить более детально и так вы дважды попали под выброс и выжили факт не поддающийся объяснению естественно вы попали под излучение не самой высокой интенсивности иначе непременно погибли бы но при уровнях излучения которые летальный для других вы оказывается вполне можете выжить собственно это уже имело место самочувствие меня что-то не фонтан действительно сразу после выброса у вас скачкообразно изменились некоторые параметры организма моторика скорость реакции выносливость выброс словно подпитал вас энергией но подобный подъем длится весьма недолго а потом самочувствие резко ухудшается именно это вы сейчас ощущаете выбросы разрушают вашу нервную систему если они не прекратятся вы погибнете или что еще хуже утратите личность и интеллект о нормально мне подходит а вы можете остановить разрушение моей нервной системы сожалению нет все что я могу это лишь ослабить негативное воздействие выбросов на ваш организм сейчас я заканчиваю серию тестов а после утверждения их результатов лебедевым буду готов проделать над вами необходимые манипуляции однако хочу еще раз подчеркнуть это не панацея и не сможет избавить вас от проблемы все что вы получаете сейчас лишь небольшой запас времени до того момента когда нервная система начнет разрушаться увы еще больше ничего но я готов ответить на ваши вопросы я перевидал зоне разных людей одни идут сюда за своей мечтой другие за чудесами зоны третьи просто за хабаром почему чистое небо изучают зону люди ошибаются полагая что понимают суть зоны одни считают ее вселенским злом другие чудом неспосланным человечеству для третьих это банальный источник обогащения но все они ошибаются через призму человеческого восприятия зону понять невозможно более того это область куда людям вообще рано вторгаться поэтому действия как официальных властей так и сталкеров по отношению к зоне ошибочны и боюсь их последствия могут быть собственно они уже имеются причем с таким вектором и потенциалом развития предсказать которое невозможно а это очень опасно так что же такое зону эх если бы я знал ответ на этот вопрос мы уже давно и тщательно изучаем зону в поисках ответа на него зона появилась в результате скажем так ошибочных действий человека и мы уже не в силах вернуть все в исходное состояние зону невозможно уничтожить а сама по себе она никуда не исчезнет мы чистое небо уверены в том что есть только один возможный вариант сосуществование человека и зоны почему так лихорадит зону что вы знаете об этом как бы объяснить попроще смотри за стены тебе любая сложная система в природе в том числе и зона так при отсутствии внешних воздействий самопроизвольно стремится обрести равновесие так происходило и здесь зона сохраняла стабильность течение нескольких последних лет да ни одного серьезного отклонения от средних параметров не было а что мы имеем в данный момент гигантцы мощности выброс перекроил всю зону система перешла в нестабильное состояние это перекос если хотите сбой зону лихорадит каждый новый выброс все больше накачивает ее энергии данные на моих приборах сменяются с сумасшедшей скоростью если эту ситуацию не переломить все закончится катастрофой даже более ужасной чем в 1986 году и самое главное данный сбой в зоне возник не сам по себе говорю вам это дело рук человека знать бы чьих именно это мы и пытаемся выяснить кто и каким образом вызвал подобное нарушение внутреннего баланса зоны возможно это даст нам шанс предотвратить катастроф разве это в человеческих сил если к такой нестабильности привели действие человека то именно человек может оказаться способен выправить ситуацию во всяком случае я на это очень надеюсь как именно в чем суть этого плана спасения боюсь что ответ на этот вопрос вне моих полномочий обратитесь к лебедю ладно бывай время хоть прошло о нормально скоро пойдем поговорили немножко и вроде времечко скоротали я вообще сундук искал какой нибудь не мог ступеньку переступить так серьезно нет никакого сундучка никакого шкафчика ничего вообще мы могли бы сделать это типа моей хатой где я могу прятать вещички вот шмоты в этой зоне чуй ну как бы на этой локации серьезно нету некуда ничего не спрятать кстати а чё этот раз к 14 что ты здесь делаешь пытаюсь немного отдохнуть собираю воедино информацию которую мне сбрасывают ребята консультирую нашего доблестного лидера понимаешь мы проводники и глаза и уши чистого неба на болотах ну пока здорово перец нифига у тебя комплюктер модный ноутбук богато живешь ничего забрать нельзя какие новости так на огонек забежал теперь дальше побегу торговца что-то там не было она у меня ну хочу в трансформаторную будку все спрятать а нельзя здорово нету тут нигде вообще нету нигде здравствуй гудвин он не не активируется этот рюкзак привет дикей и тебе тоже силушки карму мне сказали закончился тем чем обычно заканчивается у новичков богатством в кавычках но мы потом посмотрели остальные заставочки концовочки и решили проходить следующий ну как решили я решил тут походу вообще нигде нету ничего по душе мне пришлась концовочка в которой так сейчас подожди короче в которой меченый присоединяется к осознанию ну он не активируется ничего ничего не активируется короче просто решил показать гудвину чтобы он удостоверился что ничего не активируется короче зря с собой тащил эти все и бомбасы ну ну вроде как хаб локация а сундука толкового нету нигде каноничная каноничная где он их расстреливает тебе нужно что сталкер так рыбацкий хутор подожди а рыбацкий хутор это типа ближайшая да и оттуда пешочком да пойдем хоть прогуляемся давай на рыбацкий хутор там тем более бесплатно да пошли пошли пойдем 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 пошли да пойдем пошли а ну так это мод активируется я то без модов игра аууууу блин надо что то страшно а я думал они не агрится они что то агрятся нифига се Дай потрогаю. Они еще и пустые, я их зря расстреливал. Кошмар. Просто так хрюшек расстрелял. Бессовестный зюперман. Блин, я надеялся, что меня вот отсюда выведет. Блин, страшно. По кустам кто-то шарится. Да че ж они пустые-то все. А вот, кстати, расстреливая вот эту организацию о сознании, что происходит? Я немного недопонял концовку вот эту. О, пацаны спаррингуются. Ну, типа, присоединяясь к этой группировке, наверное, Сталкер, Стрелок становится одним из них и пытается раскрыть тайну Монолита. Или типа того. Ну, я так думаю. Или поддерживает. Так, ладно. Я еще больше запутался. Сам себя. А сознание это те, кто создали, да, зону, получается? Но ведь, но ведь зону создали инопланетяне. Разве нет? Чего-чего? На ромашковом поле в красном? Вот анекдот. Почему? Ушел на такой старый Сталкер. Сидит себе у камина срочная собачка и читает. Ага. Греческая и римская мифология Цербер. Чудовищный трехглавый пес со сменым хвостом, охраняющий вход в подземное царство. Тут пес Гав. Сталкер сполошился. За стволом сразу палец. А кругом все тихо. Он к собаке. Ты чего, дружок? А то гав-гав-гавно ваша мифология. А. Да вы чё? Вы серьёзно? У вас... Как у вас дороги настроены? Хватит меня толкать. Я проверю. Я вот встану вот здесь. Вот этому сейчас человечку стопудово приспичит куда-то пойти. И он пойдёт и толканёт меня. О, или... О, вон, бежит, бежит такой. Блин, там игрок стоит. А его никто не толкает. Надо пойти толкануть. Я тут вспомнил вас. Ну ладно. Я тут вспомнил, вот, говорит, и убежал. Ну да, у меня плохо с юмором. Я не умею в плохие шутки. О, магия. Ладно. Короче, здесь пооставляю. Надеюсь, никто не стырит. Так. По привычке на М нажимаю, чтобы карту открыть. А тут теперь на П приходится нажимать. Пи. Расстрелять учёных, тогда будет светить яркость солнышка, а ты будешь лежать на лугу и любоваться ясным небом, в травку и зубах. Не, ну это я по... Это понятно. А, ну... Что это значит? Ну, то есть, типа, конец зоны, конец монолита, конец исполнителя желаний, или чё, чё, или просто расстрелял и пошёл лежать в траве. Ну, класс! Ты мне не пересказывай то, что произошло. Мы посмотрели. Мне интересно, что это значит. Так, там же мы лазили, да? Чё-то, короче, прошлись и всё. Так-то это я видел, понял, осознал. О, мы по церквушке, кстати, не походили. Может, тут чего есть интересного. Ну, да, наверное, наверное, соглашусь, что, типа, это конец зоны. Расстреливая учёных, которые, видать, поддерживали всё это дело, в зоне приходит конец. А тогда какого фига третья часть? Наверное, узнаем тогда, когда начнём в неё играть. Так, вот опять водичка. Сейчас заболею радиацией. И всё. ИГГ, ИВБ. Блин, трупы теперь исчезают. Это странно. Ну, точнее, не странно, а как-то... Да нет, странно. Куда они их вносят? Левитирующая коробка. И консервы, которые нельзя взять. Чего тебе? Чего тебе? Расскажи мне об этом месте. Правильно, что нас расспрашиваешь. Болото лучше чистого неба никто не знает. Мы тут уже давно, в общем. За временем в таком месте трудно уследить. Тут не только пространство одинаковое. Куда ни взгляни, тут и дни текут так, что счёт им теряешь. В общем, если захочешь куда-то выбраться, ищи проводника из ЧН. На пальцах я тебе всё равно не покажу, где и что. Ну ладно. А может, помочь вам чем? Есть кое-что. Вернуть предмет. ПММ. Давай. Во время ночной вылазки наш отряд угодил в логово кабанов. Бойцов спасти уже вряд ли удастся. Но командир отряда был вооружён модифицированным ПММ. А такое оружие ещё может послужить. Нужно его вернуть. Окей. Пойдём вернём. Оружие убери сперва. Ты же был не против. Игорь тебя, сталкер. И чё мне... Я тебя слушаю. Я... Ничего не... Не это... Отстань. Какие-то они тут безумные прям вообще все. Короче, надо до вышки и туда сходить. Ну, пойдём. Пойдём. Что-то задание зря брали. Правда, я бы с каким-нибудь дробовичком походил. О, давай. Ну, в кабанов стрелять-то. С обреза приятнее. Бр-бр-бр. И весь монитор в слюнях. В смысле... И всё, и кабан помер. Сейчас в колокол позвоним на всякий случай. Класс. А я-то думаю. Чё-то не звенит. Опусти пушку, потом поговорим. Тебе чего надо-то? Пройти в этот проход надо мне. Чего тебе? Пройти надо! Пройти. Мужик, не тормози. Тебе чего надо-то? Ты... Чё ходишь за мной? Ты что-то хотел? Я сейчас выстрелю тебе в голову опять. Я сейчас выстрелю тебе в голову опять. Слышу хрека. Но не вижу. Где-то хрюкает пёс. Ну, в смысле, кабан. А я ж перезаряжался. Ох. Чё, возвышенность какая-то? Там чё, прям логово типа кабанов? Прям типа логово-лаговище, прям. Лога... В... Венище. Ну, вообще, кабанов не вижу. Или они по скрипту появляются? Чё, ребят, пардон. Почему у меня мышка вылазит? А чё в нём модифицировано? А чё в нём модифицировано? Ну, окей. Я не все трупы обыскал. Может, там у них чё интересное есть? Битразен, здорово! Напрашивается до жути неприличная шутка. Ну, сдержусь. Про... Логово? Не, ну, если она без мата, то... Почему бы и нет? Можешь пошутить. Мы тут... Взрослые люди уже собрались. Так-то. Некоторым уже и за 30. Некоторым, возможно, и за 40. У нас великовозрастный стрим. Просто мы мат не очень любим. Ну, я, по крайней мере. На стрим. Маме тоже интересно. Вон, маме Битразена тоже интересно, что это там за шутка у тебя. Ой-ё. Так, подождите. У нас тут лор подъехал. Как бы, получается, вмешались люди, осознание, с целью изучения и контроля зоны. В итоге ее начало колбасить сюжет ЧН. Потом начинается сюжет ТЧФ, в котором ты этих людей мочишь. Их вредоносное вмешательство прекращает, и зона типа остается, но уже какая-то стабильная. Ну, а третья часть, это третья часть. Начнешь играть, узнаешь смысл третьей части и цель. Да, понятно. Битрезен, Битрезен на четверть ух урезан. В смысле, каждое ухо на четверть? Может быть, Битрезен, Ван Гог? А, на Джуса смотрит. Мне, если честно, Джус не понравился. Какой-то у него вот... Нету в нем... Знаете, на кого похож Джус? На какого-то озлобленного на мир толстячка. Ну, это мне так показалось. Может быть, не так. Ну, вот во взгляде у него какая-то злоба, что ли. Может, я не в тот момент стрима зашел. Ну, не знаю. Не знаю. Не мне судить? Тебе нужно что, сталкер? Да нет. В смысле, да-да. Сейчас, подожди. И вот тебе. Нет, самое. Я пистолет там нашел, который просили. Вот, вернул то, что ты просил. Ага. А, новое задание — получить награду. А у кого? Подожди. Тебе нужно что, сталкер? Серьезно? Вот награду не у тебя получать? Ну, как-то дело есть или как? А у кого? Да иди ты в баню. Вот сейчас прям обидно было. Серьезно ты. Этот чувак... Вот, вот этот. Петя. Семен. Василий. Как его? Лёва. Попросил? Говорит, принеси ПММ. Принес. Он говорит, ну а за наградой иди, не знаю, иди куда-нибудь за наградой. Это типа не наше дело уже. Ты главное принеси. Нормально. А я думал, тот, кто выдает, тот и... В смысле, тот, кто дает задание, тот и выдает награду. Но оказывается, нет. Несправедливость. Сделали бы Европа сюжету серии Ареал, было бы, наверное, прикольно. Чё это за... Чё за... Чё, 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 чё? Чё за Ареал? Так, тут где-то, кстати, эти были. Аномальки. Может, походить рядышком? Мужчины в трико. Я, короче, так долго себе выбирал нычку, что забыл, куда я всё-таки по итогу заныкал-то все свои вещи. В первую деревню. Да? Да. О, у этого... А, не, показал. Ну, другой пистолет, да? Да, пистолет другой, но он покоцанный весь. Типа Сталкер, она там чё-то с инопланетянами завешана. В смысле? Ин-ан-реалити, ты в курсе, откуда пошёл Старкелл... Сталкер вообще? Это серия книг. Ой, серия. Это книга. Братьев Стругацких. Пикник на обочине. Поэтому я и стрим так назвал. Почти что пикник на обочине. И там есть зоны. И их создали инопланетяне. И там просто такая мысль, типа для инопланетян... Вот они остановились около земли. Для них это как пикник на обочине. А мы ведь здесь живём. Ты почитай. Я, правда, давно вот сам читал, но мне прям понравилось. Почитай эту, как её. Оригинал. Киво тебе, Сталкер. Пикник на обочине. На обочине. Тебе нужно что, Сталкер? Да, это... Как его? Отведи меня... Отведи меня на базу. 80 рублей, да, пойдём. Ладно, чё делать. Знаешь, как в Чили завоевали? Губернатор испанской колонии Франциско Писарро поехал в Колумбию квасить с друганом и сказал своему заместителю. Слушай, я поеду тусить, а ты пока захвати земли на 500 километров к югу отсюда. Ах, да, только сначала деньги найди на эту войну. Ну, я поехал. И тот справился. Ну, иногда у власти стоят не те люди, которые должны, наверное... Хочешь поторговать? Есть что для меня? 500 долларов. В смысле, рублей. Ладно, бывай. Подожди, а есть ещё что-нибудь? Всё пока. Доброй тебе дороги. Спасибо. Оп. Ну чё, посветлело, пошли к военным, наверное. А мы не можем случайно? Мы никаких флешек не находили, нет? Жаль. Дружи, а давай что-нибудь улучшим, а? Прикольно. То есть, серьёзно, можно не стрелять дробью. Точность плюс 50%. То есть... А чем тогда он будет стрелять? Какими патриками? Да подожди. Я думаю, посмотреть. Отдача минус 20, надёжность плюс 10. Отдача минус 30. Вес минус 15. Блин, неплохо. А этот целенький же, да? Целенький. А давай здесь вляпаем сразу... Он же тоже у меня калаш целенький. Да, целенький. Его иже... Ах! Баклажаны, их же чинить можно. Ну, Никита. Давай... Пиндюрим сюда этот... Хвосточкин ласт. Где он? Затвор. Затвор. Газовый поршень. Затвор. Блин, чё-то дорого так чё. А где ласточки? Хвост. А, вот. Не, это типа... Оптику. Позволяет устанавливать наружу и различные модификации. Вот оно. 1600 рублей. Я пас. Давай мне чё-нибудь... Ну-ка, ампишку. Калибр поменять. Магазин увеличить. Газовый поршень. Здорово, шутка выходит, а? Настильность. Чё? Чё? Что? Что такое настильность? Знаю, что такое насильность. Знаю, что такое стильность. Но что такое настильность... А, вот. Тут же написано. Насадка, увеличивающая длину ствола. И, как следствие, начальную скорость пули. А, теперь понял. Блин, вот так вот смотришь на этих, типа, разработчиков... Разработчиков сталкера. Их чё-то... Столько студий этих разработчиков сталкера. Прям жесть. Ну, мы уже обсуждали, там, бабуля, которая у них полы мыла, там, в офисе. Теперь тоже, как бы, разработчик сталкера. И может, в принципе, попытаться... Собрать на кикстартере деньги. Для создания какой-нибудь там игры. Так, ладно. Короче. Вот вам подарок. Держи. Ладно, это оставлю. Подарил тебе, вон. Да, да, да. Я тебя слушаю. Пойдём, короче, это... Загоревший или южный? Миха... Блин, подожди, не помню. Надо запомнить как-то. Южный хутор. Ну, какой же он южный-то, если он на востоке? Странные они какие-то. Давай на южный хутор. Что за... Который на востоке? Вечная им охота, понимаешь? Да истинно докопаться. А ты поймёшь... Ой, не туда. Так, а куда? Заплутал я что-то. Чего тебе, сталкер? Да ничего, я мимо прохожу. Чего ты пристаёшь ко мне, все вы? Странные эти какие-то... Сталкерасты. А, это не сталкер... Это чистонёбцы. Ну, пойдём, посмотрим, где-то можно мимо военных пройти. И можно ли вообще. К Сидричу заглянем. Спросим, как он там поживает. Добра наживает. Наживает. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да-да. Я вышел прямо под пост-пост военный. Угу. От них, сталкеру, только пуля светит. Так что... Осторожнее там. Красный. Солнце смертельно опасное. Мы защищаем не зону от вас, а вас, как зону. Не зону от вас, не зону от вас, не зону от вас, не зону от вас, не зону от вас. Прикольно у вас дерево. Да не, а в смысле... Я не пойму. Мне сказали, иди к Сидоровичу. Вот здесь вот забор натянули. Иди к Сидоровичу. Чё-то я не пойму этого прикола. Вот. Это не прикольный у них прикол. Тут до камней даже не добежать. Ещё и они вон там начинают выбегать. Да не может такого быть. Что ломится и аптечки. Это странно как-то. Должен же какая-то... Кого не видел со стороны болот. Ты вышел прямо под локпост военный. Для них сталкеру только пуля сметит. Так что осторожней там. Незаконное пересечение периметра влечёт за собой уголовную ответственность. Граждане, зона смертельно опасна. Мы защищаем не зону от вас, а вас от зоны. Не подвергайте опасности своей жизни. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Ааа, и забор даже не перебрыгнул. Внимание! Любая попадка проникновение на охраняемую территорию будет пресекаться со всеми доступными средствами. Потом не имеют право стрелять без предупреждения. А ладно бы как-то хоть по стелсу сделали. Типа, если крадучись идёшь, ничего тебе не сделают. Я вообще как бы перелез через заборчик-то. По идее. Просто меня текстурка не пускает. Ну, потому что игра такая. Ааа, иди. 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 Не подергайте опасности своих жизней. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Служба безопасности Украины. Закладывайте на спидж весных разрушений. Только с вашей помощью Мы сможем победить это уродливое явление. Цель потеряна. Не звукай. Поднимай свое путь. Серьезно? И представляющие большую опасность для жизни, здоровья людей и предметы. Вы предлагаете опасность в свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды. Продолжение следует... Ты что, дурак, что ли? Какой к бою? Убил! У них еще и супер бронь. Серьезно! Он сверх бронированный. Ой. Про пулемет забыл. Ладно, ладно. Не, это фигня на самом деле. Это полная фигня вообще. Вообще. Вот вообще. Прям вообще. Вот прям вообще. Вот ну типа от слова совсем навсегда. Фигня. Ну и не увидишь. Убил! 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 Тебе нужно что, сталкер? Да, сейчас. Подожди, я думаю. Давай, выкладывай скорее. На механизаторский двор меня отведи, пожалуйста. Ты говори уже! Че хотел? На механизаторский двор хочу. Хочу на мех... На механизаторский двор. Да, пошли. Согласен. Вот сейчас... Вот... До этого момента... Грубо говоря, начало игры мне в принципе нравилось. Но с игрой что-то случилось. Левее туда куда-то идти. Ну... Прям... Вообще фигня. А кто у нас здесь? Это кто? Ренегат. Тусит здесь. Тусит здесь Ренегат где-то. Гат. Ренегат. Как Рене Зильвегер, только гад. Рене гад. А не Зильвегер. Мужики, смотри, че нашел! Че-то не докинул. Опять они стреляют из кустов, а я их даже там не вижу. Ну, типа рандомно только стрелять надо. Блин, вообще даже минус один не сделал. Теперь приходится двумя бинтами обматываться зачем-то. Да шо ж такое-то, а? Почему я не могу в него попасть? Ну, пулька-то прям в него летит же. Не, ну вон, в эти, в бедра ему попадает. Или она, типа, не долетает. Тут еще где-то в кустах зашкерился пес. Ну что, у пистолетов добавили дальность, что ли? 50 метров теперь и все? Я не понял, у нас что, стекло какое-то разделяет? Вон, вон, вон. Вон. Я понял, короче, у пистолета Дальность вообще никакая теперь Че, сколько тут? Ну, 100 метров Все, тут есть где-то Дальность Темп Фиговая картинка Не знаю Ну, дропов нету 60 фпс, 720 пи Должно выдавать Возможно, алексфакт Возможно, какие-то проблемы с интернетом у тебя Во Вообще с дробовика в пол стреляет Придвижение одни квадратики Ну, не знаю Блин, ну я посмотрю, но я в записи В записи могу только это посмотреть А, вон он Не знаю, ну Я думаю, сказали бы Или че, квадратики Ребят Ребят Квадратики или не квадратики вообще? Че там, как там? Ладно, с обгляду Ну, вообще, да Че-то Возможно, из-за цветовой гаммы игры А, возможно, и нет Да, я свернулся, глянул Вот из-за этих всяких мелочей Ну, это печально, конечно Ну, можно будет попробовать битрейт поднимать Но это, скорее всего, тогда потеряется Ну, у кого интернет не очень В общем, будет все плохо Те не смогут смотреть Думаю, 30 фпс помогут Ну, попробуем Ладно, стримчик на следующий 30 фпс поставить Мне кажется, фпс Не спасут этот битрейт Хотя и так Три 3к битрейт стоит Ну, типа Должно, по идее, хватать Для 720p Не, он реалити Дело не в Старенькая, не старенькая игра Дело же в другом Это не Старина Блин, не знаю Ну, да, понисть Да, да, да Вот Демон так правильно Демон так правильно написал Типа Количество деталей Много Для стрима Это плохо Ну, типа Битрейт нужен Такой Да, если бы сказали В начале стрима Я бы давно поменял Вот скорее всего В доме нормально Не будет квадратить Типа Потому что В доме нету травы В доме голые стены Поэтому в доме Не особо квадратят Зачем тут эти Энергетические напитки Типа Когда запыхался Бахнуть Будете участвовать В месячном Моменте гонки В пое Ой Я не знаю Я же сейчас уезжаю Скоро Через неделю Или когда там Ну да Через неделю Да что-то я Поя подзабросил Еще тоже Не знаю Так-то как бы и может Там вроде бонусы Какие-то Должны были дать Вообще Надо зайти Че там вообще За Гонка Поевская Че там Сделать надо Да вы Ты че Сталкер Василий Я же несколько раз Уже говорил На две недели Я уезжаю Улетаю В дискорде Наверное Раз за три На стримах Раз пятьдесят Уже А вот кстати Зеленую траву Вроде не так Квадратит Как-как Никак Андреальти Две недели Меня не будет И стримов Тоже А не Все равно Как-то не очень Такойся Если ты должен качаться И за это будут давать плюшки За определенный уровень Будешь иметь право Участвовать в розыгрыше Игрового контента Можно качать Несколько героев Для больших шансов Чё-чё Типа Просто Качаться И всё Они хотят Чтобы У меня было Как можно больше Персонажей Я одного-то Прокачать нормально Не могу Ооо АКМка АКМка Хорошо Были бы патроны От неё Почему Разрядить-то Вот так нельзя Так Здесь по идее Где-то Двое своих Пятеро Ну да Вроде как Свои Наемник Здесь тебе прохода нет Почему А почему Нет прохода Ну привет Привет А кто Говорит Здесь территория сталкеров Ты говоришь В лагере Охраняем Враг Ты недалеко А ты тут С вопросами А кто Говорит Это ты Какие Они Однако Недружелюбные Хоть бы Объяснили Чё Может там Типа Ну вот Поможешь нам Мы тебе Дадим Про Или там Заплати нам 100 рублей И проходи Нет Давайте ему Сразу в лицо Настреляем Да я хотел Пообщаться Подойти С кем-нибудь Чё А не сразу Стрелять Василий Помнишь Ты мне Стволами Обещал Помочь Балерьян Так я же Не против Ты Одно Учитель Меня Потом Военные Спросят Дескать Зачем Оружие Сталкером Продавал Вася Ну ты Сам Подумай Если Мы Вояк Сейчас Не Прижмем Они Жизна Последнюю Кру Выпьют Добро Балерьян Жди Завтра Человек Он Тебе Доставит Все Что У меня Сейчас Есть В игре Сталкер Василия Нашли Блин Ну не знаю Пойду Слушай Тебя Егор Силач Расскажи Об этом Месте Раньше Мы С военными Честно Сотрудничали Таскаем Хабар Даем На лапу Они Закрывают Глаза На наше Пребывание В общем Все были Довольны Потом Военные Стали Зажираться То Хабар Прикарманят То Бандюков На нас Натравят В общем Поссорились Мы Серьезно Поссорились Теперь Воюем На два Фронта И против Бандитов И против Вояк Что там орет Я понял Ну Рассказывай давай Да ничего не буду Рассказывать Идите нафиг Пойду К воякам Что Может тут Им можно Заплатить И они Меня Пропустят Ну В предыдущей Части Можно было Им тут Платить И они Пропускали В принципе Фига Откроем огонь Ой Я не Чужой Ой Блин Че они Все такие Агрессивные На меня Что Сталкеры Сагрились Что Походу На меня Сталкеры Сагрились Ой И те Тоже Наверное Да Сейчас Сагрятся Да И те Тоже Ну Короче Че-то Не то Нажим Дело Дорогу Типа Того В смысле Как сюда Пешком Попал Как Попал Кто не Принимает Тушенку Как Попал Как Попал Ну Не Отсюда Телепортанулся Сюда Пошел И Через Сюда Попал Че За Вопрос Да Не Пробегал Я Вояк Я Через Другой Проход Прошел Телепортировался У меня Карманный Телепортатор Как У Рика Санчеса Короче Какие-то Они тут Злые Все Убивают Меня Постоянно Пойду Там Кто-то Жил Как К Сидоровичу Попасть Вообще Теперь Проблема Сплошная К Сидоровичу Попасть Сейчас К этим Подойду Эти Тоже Скажут Вали Отсюда Весело Будет Э Сталкеры Пустите Переночевать Ну Не знаю Пока Странно Как-то Но Но Она Немного Получше В плане Ну Мне По крайней мере По интерфейсу И Вот Торговли Там Ремонта Улучшения Оружия Эта часть Больше нравится Ну Привет Здорово Ты не будешь Меня Стрелять Не спи Замерзнешь И ты не спи Вот Не стреляются Привет Брат Здорово Вот это Наш Человек Че там Чуть Поторгуем Не До свидания Ну Привет Яша Футболист Расскажи Об этом месте Это понятно То же самое Рассказывается Заперто Серьезно Нельзя Пойти Починиться Походу Надо Репутацию Поднять О Бесплатные Патрончики Никто Не против Что я их взял Даже Замечательно Почти Перевернул Оп Оп Ну и ладно Слишком Сложно Гляжу Ты тут не особо Ориентируешься Так сразу Предупреждаю По соседски С вояками Не связывайся Увидел Вали к чертовой бабушке А то мозгов У них ноль Сначала очередью Прошьют А потом уже По документам Поглядят Как звали Согласен Так со мной И произошло Примерно Пойду что ли Задание Попрошу у них Подмажусь Вот Как то Привет Брат Здорово О Здорово Выбирай Сталкер Что тебе нужно Есть что то Для меня Нет Заходи Попозже Может Разживусь Чем к тому времени Ну да Не густо У тебя Ну Пока Давай Пока Пока Давай Пока Чем тебе Помочь А ты Ремонтник Если что Еще понадобится Заходи Вот Ремонт 400 Нифига себе Я ее Решил улучшить Что Или поломку Исправить Поломку Исправить Вот Смотрю Чем тебе Помочь Дорогое Привет Ну Пока Что могу Предложить Можете Помощь Какая Нужна Помочь Может быть И можешь Понимаешь Мы только Только Свою базу Обустроили Еще не Успели Зачистить Территорию Вокруг А бандиты Тут Как тут Грабят Сталкеров Которые Мне Хабар Несут Такими Темпами Мне Скоро И торговать Не на что Будет Вот Вчера Опять Появился Отряд Бандитов Наглые Ты что Прям Напротив Нашей базы Устроились Не мог бы Ты их Малость Причесать Без проблем Мой урок Они надолго Запомнят Ладно Бывай Пойду Уроки Преподавать И я Все таки Мог Мог Лет Десять Назад Стать Преподавателем Правда И математики Наверное И с бандитами Справлюсь Это не точно Блин Застрял А как Выйти Так Тут Годорока К Сидричу А вот Так Бандюкам Да Не Сидрич А не тот же Актер Озвучивает Тут Какой-то Другой Сидрич Причесать Ну блин Я не умею Парикмахерство В парикмахерское Дело Но Мой урок О ненадолго Запомни Парикмахерское Сейчас Через крышу Им грену Кину Где они Такое Видели Оп И никого Не Серьезно Я в голову Стреляю И не попадаю Че за фигня С этим оружием Вообще В сталкер Кажется Контузило Чуть Ну самую малость Так Немножко Где у них Вообще Гранаты Где они Их взяли Стырили Небось Черт Его Бандюганы Ой Ой Тихо 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 Роднульки Потрошки У меня Даже Кончились А вы Стреляйте Не Стреляйте Эта часть Посложнее Будет Тут Бинты ХП Не восстанавливают Быстро Отходи Обходи Эту шелупонь Сам ты шелупонь Как Влазь Чего Кондюха Сам Кондюха Офигеть Три бинта Использовал Зачем Если можно Одним По идее Молодец Аликсфакт Главное Не рассказывай Ничего А то Придется Тебя Забанить Ой Не тот Разрядил Блин Блин Это Валерия Уже Два дня Ждем Но Дево Сносят Ситуация Фиговика Складывается Каждый Стол На Щиту Да блин Никак Не можем К вам Пробраться Аномалия Перегородила Ищем Проход Пацаны Пацаны Ай Хлеб Тоже Давай Съем По дороге Ну Класс Короче Я починил Себе Броню И Сейчас На ту же Сумму Ее Сломал Из-за Того Что Тут Какие-то Дурацкие Абсолютно Прицелы Или не прицел Пушки Не знаю Короче Что Что-то Дурацкое И не попадаю Вообще Ни разу Обидно Еще и Нычки Здесь нет Прошлый раз Была Класс А Зато Такая нычка Есть Окей Ладно Мы болтали Что С фонариком Хожу А Че Не отображаются Теперь На карте Трупики Как-то Странно Или Типа Бандосов Не отображаются Ну Ее-то Раньше Что Были Отображаются Штиряння Штиряння Я вот тут Забыл Посмотреть Есть Тут Че Нет Эй Ты пушкой Ты не маши Для разговора Она не нужна Согласен Убрал Ну че Теперь Сталкеры Друзья мои Нет А Выбирай Сталкер Что тебе Нужно И насчет Бандитов Ну как Все Я их Положил Держи Награду Тыщу А мы Теперь Друзья Есть Что Для Меня Что Ты можешь Мне Предложить Покупка Ждет Тебя В виде Рюкзака Рядом С трупом Неудачливого Сталкера Ориентир Старый Электровод С неподалеку И Сколько Мне Это Будет Стоить Две Тысячи Так Что Там Все Так Лежит Кадюка Пят Патроны РВР Не Интересует Если Не Нашел Чего Искал Извиняй Та Ничего Бывает Давай Патрошек Тебе Чуть Продам На 12 Руб Не Продам Патрошек Я их Лучше Где-нибудь Зашкерю Все Пока Тогда Блин Как же Сталкерам Помочь Эти Тоже Одиночки Ну Что Расскажешь Группировка Одиночка Привет Брат Привет Группировка Надо Пойти Тогда На тот Кордон И попробовать У сталкеров Попросить Предложить Им Свою Помощь Во Не Надо Мне Подсказывать Где Какие Нычки Особенно Секретные Лежат Я Не Люблю Спойлеры И Баню За Них Анреалити Ой Я Понял Чем Могу Помочь Вам Вернуть Предмет Счастливый Детектор Сужая Это Тоже Группировка Одиночка Не Подходи Откроем Огонь Давай Верну Доемник Помоги Мне Понимаешь Что такое Дело Я Недавно Себе Новый Детектор Купил Помощнее Моего Старого И На радостях Свой Старый Детектор Зашвырнул В Аномалию Подальше Но Этот Новый Детектор Невезучий Какой Я Уже Третью Неделю Ни Одного Артефакта Найти Не Могу Хоть Ты Треть Я Так Думаю Новый Детектор Это Хорошо Наверни Не Мой Старый А с Меня Награда Как Полагается Давай А где Наемник Держись Подальше Здесь Территория Сталкеров Я Понял Уже Ящик Вам Сломал Поняли Дураки Угу Это Аномалии Кстати Труднее Находить Вот Прям Страшно Становится Блин Сейчас Как Собаки Полезут Не Ну Собаки Не Страшно У нас Дробовичок Есть Хорошо Ооо Брат Сейчас Помрем Нифига Себе Здесь Радиация Ой Да Это Я Лихо Зашел А как Доставать Эти Штуки Антиродина Антиродина Пьем Водку Водка Не Спасает Нормально Зашевырну Аксман Аксман Бивера Хорош Это Ребята Че Вы Такие Спойлеры Раз Это Нынче Сталь Давно Не Банили Вас Что Ли Все Ладно Короче Че То Мне Не знаю Я Че Тут Делать Надоел Мне Этот Сталкер Будет Он Непонятный Не Знаю Я Куда Ити Нет Не Смотрел Торы Я Завтра Планировал Посмотреть Перед Походом На Мстителей Вот Короче Всем Любви Добра Тепла Всем Покеда Встретимся Когда Встретимся Наверное В воскресенье У нас Будет Стримчик По Игре Вальхалла А В понедельник Продолжим Попробуем Сталкера Правильно Молодцы Хорошо Все Короче Пошел Я Че Не знаю Расстроил Меня Этот Сталкер Вроде Так Ничего А Что Туда Пошел К Военным Там Расстреляли Что Сюда Пошел Тут Сталкеры Расстреляли Ну Офигеть Теперь И при этом Ни тем Ни другим Нельзя Помочь Или Там Помощь Предложить Или Взятку Тупо Расстреливают Классно Все Я Пошел Офигеть Офигеть